В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, у микрофона Яков Кротов, и этот выпуск нашей программы будет посвящен христианину в оппозиции. И хочется для красного словца сказать оппозиции в христианстве. Но с этого и начнем. Наши сегодня участники Сергея Александрович Шаров-Долоне, широко известной московской милиции и полиции, как активный участник антиправительственных выступлений, недавно отсидевший 10 суток за, не совсем понятно за что, кажется, не за что, за пикет. И у нас в программе Елизавета Арвовна Савалайнин, или просто Лиза, которая, слава тебе, Господи, пока нигде не сидела. Сергей Александрович человек православный, а Лиза человек лютеранский, тем более, что, как явствует из имени и отчества, человек с глубокими финскими корнями. Но я так понимаю, что у вас, ваше лютеранство, оно такое, не наследственное, а не то чтобы выстраданное, но обдуманное. Ну, да, обдуманное и приобретенное в возрасте 23-х. Вот, я к этому пришла сознательно, и в юности у меня были церковные практики православные, я даже в свое время служила в церкви Косьме и Дамиана, сеструю милосердия. Это, кстати, служили в каком смысле? Сестрой милосердия. Кормили бомжей. Это больше, чем настоятель. Вот, делали всякую такую социальную, фактически, работу. Но потом в какой-то момент я стала разочаровываться, и те вопросы в том, как православная церковь отвечает на вопросы верующих. Вопросы у меня, как правило, бывали острые. Вот, и потом я отошла от этого, но мои моральные поиски, духовные поиски привели меня в лютеранскую церковь, на Старосадский переулок. И там я прошла конфирмацию и стала полноценной лютеранкой. Ясно. Конфирмация, замечу, для слушателей, это помазание святым миром, которое в православии совершается сразу после крещения, обычно в детстве, в католичестве, протестантизме, где-то уже в сознательном возрасте. Если это верующие семьи 8-9 лет, или вот, как в таком вот случае, в знак приема в церковь. Вот, и друг Елизаветы Аровны, которую я попросил присесть для моральной и физической поддержки, Александр Сергеевич Пучков, музыкант и атеист. Пусть слушатели сами решают, в каком качестве он сегодня будет. Вот, если захочешь что-то сказать, я буду очень рад, потому что православных много, в том числе и настоящих, лютеран много, атеистов мало. Вот, а в основном какие-то такие вот... Итак, христианство и оппозиция. Давайте сравним опыт. Сергей Александрович, ваше оппозиционерское поведение, все-таки не каждого православного тащат кутузку на 10 суток, ведь о нем же друзья знают, знакомые священники знают, так, наверное? Наверное. Вот. Оно вызывает у них недоумение. Понимаете, что я, отец Яков? Здесь ситуация, несколько, видимо, нестандартная. Для меня оппозиционность и либерализм, либерализм взглядов и оппозиционность к нынешнему режиму, это прямое, прямое следствие моего христианства. Просто прямое следствие. Так что здесь для меня это совершенно органичная вещь. А для них? Ну, для кого как. Для кого как. Вы ведь в одиночном пикете были задержаны. Ну да, конечно. И, кстати, а все-таки почему 10 суток одиночный же пикет легитимен? Ну, потому что мы были вместе с Александром Рыжкиным еще с несколькими заявителями этого митинга, который нам не дали сделать 6 мая. И был просто приказ всех организаторов, которые таки появились, тут же вязать. И нам просто была приписана организация. Очень смешно, когда полицейский сержант пишет, что я вместе совместно с неизвестным, конечно, Рыклиным организовал и провел митинг без подачи уведомления, что он тоже знает этот сержант, в органы исполнительной власти. В рапорте просто пишет. Чудно. Да, и еще, кстати, я еще призывал выкрикивать страшный перед 9 мая лозунг «Нет фашизма». Это тоже в рапорте. Я говорю, в программе не надо, а тут нас экстремизм точно распрустят. Я не прошу и противоположный лозунг кричать, я даже не понимаю какого. Но тем не менее. Хорошо, а почему вы чувствуете себя меньшинством среди тогда православных? Да, да. А вы говорите на эти темы с друзьями? Да, разговариваю. Среди моих друзей есть и православные, и атеисты, и агностики. Что оказывается важнее при политическом выборе, вероисповедание или что-то еще? Для кого как? Для них, про вас мы уже знаем, я еще подробнее спрошу. Для них все-таки не вероисповедание. Не вероисповедание. Положение госслужащего, занятие частным бизнесом, возраст, это как-то влияет? Ну, госслужащие, как правило, в оппозиции не идут. Так в России, по-моему, 99% госслужащих. Правда, оппозиция невелика. Да, так что вот я думаю, что как раз тот самый 1%, который у нас есть. Ну, вы же тоже в каком-то смысле госслужащий? Нет, я на государственной службе не состою уже с 91-го года вообще. Это частные фирмы реставрационные, которые никак не... Ну, хорошо, минуточку, это любопытный вопрос, Сергей Александрович. Что значит частная фирма? Вот в Москве, давеча я читал, как уговаривают, даже не уговаривают, а говорят бизнесмены внести деньги на программу 200 храмов. Вот приходит Ресин, человек совершенно частный, пенсионер с кабинетом в мэрии, и говорит, и они дают, они частники, но почему-то дают. Если реставрационные фирмы скажут, реставрацию-то кто заказывает? Государство в основном чай? В основном да. В этом смысле да, конечно. Если заказчик скажет, все у вас хорошо, только шаров ДЛНР какой-то... Вы знаете, пока что такого как ни странно не возникало, как ни странно. Но вы это оцениваете как странность. Да, это не как исключительная странность. А почему вы не считаете это чудом божьим? Ну, мне кажется, что у Господи есть более серьезные вещи, чем превышать такие мелкие чудеса. Вот это вот, Сергей Александрович, я вам просто как священник скажу, это привкус кощунства. Интересно, а накормить пять тысяч человек – это мелкое дело? То есть пять тысяч человек – это нормально, а накормить одного? Отец Яков, понимаете, я все-таки скажу, я понимаю, что меня можно очень легко начать увлечать в отклонениях. Я не увлечаю. Я спрашиваю. Но я-то считаю, что Господу нужно, чтобы мы выбирались как-то сами. Что вот мы сами бы сделали, сами бы к нему приходили и сами бы взбирались. То есть с политикой разбираться самостоятельно? Так, наш сегодняшний гость – атеист Александр Сергеевич. Никуда не в коем случае. Нет, нет, это Сергей Александрович, а это Александр Сергеевич Пучков. Вам близка эта позиция? Ни Бог не даст нам избавление, ни Бог не царит, ни герой. Ну, вы знаете, я просто с Богом вообще в принципе, да, как бы. Это понятно. Понимаете. Атеизм должен участвовать в оппозиционном движении? Мне кажется, наверное, это все-таки другое. Это вопросы внутренние, а по отношению к вере – это что-то именно свое, внутреннее. А вопросы социальные, да, когда политические, да, вопросы – это, наверное, все-таки другое. Конечно, они там взаимосвязаны, но мне кажется, это другое. Так, у меня такое ощущение, что вы очень православный атеист. Бас над лист Лиза Савлайнен. У вас конфликты с собратьями по конфессии, с ветеранами. Вот сейчас вот, когда вы засветились уже основательно в средствах массовой информации с этим пикетом около РГГУ, с протестом против Старикова, который читает лекции «Окрым наши». Было обсуждение? Еще пока нет. Я еще не доехала до церкви. Но поскольку это было все совсем недавно. Но вы же не знаете своих друзей, своего духовного руководителя. Дмитрий Романович Лотов, мой духовный отец, сказал, что «Держитесь, Господь милостив и всепрощающий». Винночка, он имеет в виду, что Господь должен вас простить за пикет? Нет, нет. Что Господь поддержит меня в этом начинании. То, что честность и быть в ладу собственной совести, потому что я выступила со своей личной позиции. Да, и сама нарисовала этот плакат. И это была моя личная идея. То есть это было совершенно неорганизовано. Это было за 10 минут до ухода из дома нарисован этот плакат. Поскольку я художник, то я работаю очень быстро. И это было как такая быстрая экспрессивная интенция. Выразить свои чувства. Поскольку я считаю оскорбительным, что в стенах академии, университета, приезжают люди с такой сомнительной репутацией, как Стариков. И Дмитрий Романович мне пожелал стойкости духа. Это самое главное. Христианин оскорбляет несвободы? Да, конечно. Но свет светит во тьме. Свобода совершается внутри несвободы. Я уж побуду адвокатом несвободы в данном случае. Ну, отец Яковлевич, привет, Чингер. Все-таки, вот, ну, я как понимаю, вот, как я воспринимаю христианство, что Господу угодно, что мы к нему пришли с любовью. Он хотел бы вот этого. Аминь. Именно так. Да, а не на пикет. Да, но прийти с любовью. А к нему? Да, да, да. Но ведь любовь это такая штука, которая может быть несвободна. Потому что несвободная любовь, мы видели только одну любовь к родной партии правительства. Знаем, как она выглядела и чем она кончилась. Она кончилась? Вас Единая Россия не любит? Меня она не любит, я ее не люблю, так что кончилась. Так что кончилась. Соболезно. Мы любим Россию. Но ведь нельзя быть, как говорится, беременным наполовину. Нельзя вот в одном части быть за свободу, а в другой, во всех столях все замечательно может быть там... А вы «Хижину дяди Тома» читали? Да. Это ведь хорошая книга. Это хорошая. За освобождение рабов. Да, хорошая книга. Но дядя Том сомнительная позиция. Да. Но вам это не близко. Нет, конечно. А у вас вы чем-то похожи на дядю Тома. Если вот колор убрать... Я просто скажу обычнейший аргумент. Занятие политической деятельностью выводит человека из душевного равновесия. Вы начинаете следить за тем, за чем лучше не следить. Вы от верхнего переходите к низшему. Поэтому вы... И в любом случае у вас внутренний мир и покой уходят, если вы погружаетесь в политику. Даже не говорят о том, что справедливая политика, несправедливая. Но если цель христианской жизни, вот, заповедь блаженства, 10 заповедей, вот, то прежде всего это достижение некоторого внутреннего мира, спасение души и так далее. И выход на митинг по, в общем-то, мелкому, мирскому, в любом случае, приходящему поводу, все это разрушает. Атихер, я не могу с этим так до конца согласиться. Дело в том, что все-таки мы не буддисты. Это вот такая отрешенная улыбка Будды. Это совсем не то же самое, что... Я в порядке исключительно исторической справки, Сергей Александрович, замечу, что уж буддисты, такие активные политические, начинают с самосожжения до массовых волнений в странах, где они составляют большинство, а иногда меньшинство, это просто в России буддизм знают по одному сектору института, стран Азии и Африки. А еще Касахара буддист, и воинственный буддизм, это просто не нонсенс, это так и есть. Да, но у нас-то все-таки страдающий Христос – это вовсе не отрешенный Будда. И вот когда стало совсем худо явно на земле, то Господь считал сможет действовать и послал своего сына на страдания здесь за людей. Вы знаете, вы ведь искусствовед, это я для слушателей поясню, потому что я забыл это сделать, и специалист по древнерусскому искусству. А вот я вспоминаю сейчас иконы спасителя, вот, ну, те, что в кремлевских соборах, византийские, палеологовского типа. А ведь на самом деле, вот, икона того же спасителя рукотворного, а что-то от Будды есть. Но они разные. Ну, у нас есть спас Ярое Око, например, ну, уж совсем неспокойная икона. Ага, а еще в Кремле была церковь спас за золотую решетку, это не Ильфа Петров придурок, это же... Она и сейчас есть. Она и сейчас есть, но это же для христианина спас за золотой решеткой в московском Кремле. Хорошо, что этого никто не знает, это же такой символ жуткий. Вот. Я думаю, ведь лютеран-то тоже чай. Во время гитлеровской диктатуры 90% лютеран Германии приняли нацизм, вешивали себя в храмах флаги с свастикой. И сами же выбрали Гитлера. Нет, ну, Гитлер выбрал меньшинство немцев, это все-таки я не хочу поддерживаться с построенным в России миф. И первое, что он сделал, придя к власти, запретил выборы, потому что понимал, что его не выберут. И его выбрал Гинденбург, один человек. В этом смысле диктатура Гитлера не голос народа. А вот то, что 90% верующих приняли, смирились, скрипя зубами, это же ведь было. И сейчас я не наблюдаю, кроме вас, большого количества литеран в оппозиционном движении. И скрипя зубами, и не скрипя, потому что мы знаем, что, во-первых, есть феномены массовой истерии, феномены реваншизма. И после того, как была Первая мировая война, и Германия была поставлена на колени, то, естественно, что реваншизские тенденции были. Я не понял. Вот слово «естественно» мне здесь не нравится. Это в том, что сказать, что, естественно, после распада Российской и Советской империи у людей возникло чувство обиды и недовольства. Что тут естественного? Это сказать, что естественно, что если тебя ударят по одной щеке, подставь, значит, давай делись. Это не естественно. Естественно простить. Для христианина. Для нормального человека. То есть тогда вопрос, насколько... Вот видите, отрезки в голову. Да, да. Вопрос, насколько глубоко в нас сидит прощение. Насколько мы умеем прощать. Прощение сидит очень глубоко, только надо докопаться. Да, да, именно. Или же все-таки люди руководствуются гордыней, какими-то меркантильными желаниями, страстями. Так что не те виноваты, кто победил немцев в Первой или Второй войне. И не те виноваты, кто хотел национальной свободы и покинул СССР. И тем самым, видите ли, обидел немцев или русских. Мое отношение к СССР и к распаду, что это не самая крупная геополитическая катастрофа, а наоборот, это большое достижение. И развалилось то, что должно давно было развалиться. То есть вам, наверное, крушение Вавилонской империи нравится? Я плохо ориентируюсь в древности. Но евреев отпустили на свободу, когда Персидская империя победила Вавилонскую. Древность — это не моя специализация. Я работаю с 20 века. А смотрите, когда Римская империя победила империю потомков Александра Македонского сатрапов, Господь Иисус Христос родился. А когда развалили Римскую империю, христианство стало завоевывать Европу. Послушайте, как не распадется империя, все время что-то хорошее. Все империи, которые начались, они все рано или поздно закончатся. Но главное, с позитивным результатом. Да, и это уже ответственность тех людей, тех акторов, которые находятся в процессе социальной коммуникации. Значит, могли ли Литеранит и Гитлера не поддержать? Могли. У меня на языке ядовитый вопрос. Тогда что же Литеранская церковь России как целая? Не то чтобы не возражает, а в общем, даже скорее поддерживает. В принципе, важна политическая позиция лично вас, Лизы Сергея Александровича, или позиция церкви? Вы бы предпочли, вот вы двое, чтобы выступали лидеры вашей церкви, православной, Литеранской, или чтобы они молчали, и как раз вы бы выступали? Сергей Александрович. Ну, я бы сказал так. Не дело церкви как церкви, на мой взгляд, лезть прямо в политику, но занимать моральную позицию неприятия зла, безусловно, и это страшная боль для всех православных сейчас в России. Вы калитикан, Сергей Александрович, церковь как церковь. Вы имеете в виду епископов? Да, да, я имею в виду верхушку церкви. Вот в первую очередь верхушку церкви. То есть там, что церковная иерархия, ну, она по меньшей мере должна занимать моральную позицию против зла. А она занимает позицию, чего изволите, что страшно больно. Вот предаёт, я почему спрашиваю, я знаю массу православных, которые не ходят в пикеты и занимает мягкую такую позицию по, скажем, там, Крымнашу. Вот, и говорят, что, может быть, патриарх там выступает со всякими антиукраинскими речами и так далее, но мы православные, для нас патриарх это не папа римский, вот, он нам не авторитет, он просто вот один из нас, у него нет особых каких-то учительских прерогатив, вот, поэтому я сам по себе, он сам по себе. А вы как раз выходя, считаете, что они всё-таки тоже должны были бы быть построже? Я считаю, я вовсе не считаю, что они должны тоже выходить на пикеты, но моральные и нравственные, ну, императиву всё-таки надо поддерживать. Нельзя, я понимаю, конечно, что ржавая железка проводит ток так же, как серебряное, так же, как чистое серебро, электрический ток, но всё-таки мне хотелось бы, чтобы посредник между мной и Богом, а в православии всё-таки рукоположность... Я не знал, Сергей Александрович, вот, про эту электротехнику, и эту отмазку запомню. Вот, значит, она тоже проводит ток, но всё-таки лучше не делать серебряной проволокой, чем ржавой железкой, вот, ржавой колючей проволокой. Вот сейчас наша церковь, которая, вот, ну, наши священники наши, они бы напоминают ржавую проволоку. Да, ток проходит, понятно, но всё-таки лучше иметь серебряную нить. Лиза? Ну, я думаю, что протестовать или не протестовать, это личная ответственность человека. Реклесеранская церковь протестантская. Чего же-то в 1529-м первый протест был подан, да? Да. Вот, протестовали, а в 2015-м столетие люторовского бунта и так далее. И за 500 лет колесо спустило. Лютеране в Москве — это достаточно маленькое сообщество. Так, напомните мне, это у Толстого или у Ницше вот соль земли, как волки среди овец, или это в Евангелии? Что значит достаточно маленькое? Достаточно для того, чтобы успокоенно залезть под одеяло и заснуть? Ну, получается, что так. И большинство из общин, насколько я знаю, они аполитичны. То есть аполитичность — это достаточно удобная позиция, чтобы, ну, не вступать в конфронтацию, не терять мест рабочих, не попадать в опалу, да? И мало людей, которые готовы выйти и заявить свою позицию искренне, потому что это очень ответственно, и это можно... Да, когда я выходила на свои первые акции, да, и первые акции протестов в 2012-м году, то я испытывала совершенно фантастические... 2012-м? У меня просто сразу отечественная война. Нет, я не так старая. Нет, я просто тут люди с французскими корнями. Когда я вышла 10 декабря 2012-го года на протест, то или это еще даже 2011-го года, болотная, болотная, первая болотная, я взяла с собой зубную щетку, а то подумала, а вдруг закроют? Как же я буду зубы чистить? Вот, то есть, ну, мой отец ссыльный, он прошел через концлагерь, да, и через блокаду, и он рассказал мне много занятных деталей о том, как, да, как выживать, как жить. И поэтому я слышу первый раз. Я очень, да, я этого... Во-первых, это сидит на генетическом уровне, да, или на уровне такого, ну, полусознательного. Послушайте, Елизавета, я вас прерву, потому что что-то большевистское в ваших словах есть. Я скажу, что на генетическом уровне. Это материализм, который... Поставим это в кавычки. А, очень приятно. В кавычки, да, потому что все-таки я в плане того, как происходит человеческое воспитание, развитие, я все-таки конструктивист, и думаю, что многое зависит и от воспитания, и от личного выбора. И это всегда сочетание многих, многих факторов. А вот слово начинается на «б», кончается на мягкий знак. Благодать. Оно есть у вас в этом арсенале? Есть. Вы же не сразу родились и пошли на пикеты. Конечно. Нет, почти сразу. Первая моя революция, это был 91-й год, август. У меня было шесть. Я стояла с отцом на баррикадах возле Белого дома. Я вашему отцу выражаю глубокое порицание, потому что я и ребенка постарше не взял. Даже двоих не взял. Да, мне мой сын до сих пор не может простить, что я его не взял в 93-м году на баррикадах. Он был 4. Он до сих пор меня это простить не может, что папа не взял его на войну. Но в 93-м было более опасно. Или вы тоже уже молодым человеком пикетировать что-то начинали? Нет, нет, нет. Тут пикетировать ничего так молодым человеком не начинал, но он, насколько мог, помогал в качестве связного своего брата. Ну тогда уж чуть краткую справку о брате, потому что действительно это знают. Мой брат один из пражской восьмерки, так скажем. Точнее, надо говорить, не семерки, а восьмерки. Вот. И когда, ну тогда мне было 12 лет, я был совсем маленький. И ничего не понимал. А когда он, к моменту, когда он вышел из лагерей, это был 71-й год, у него уже было 15, я уже успел разобраться, что я думаю на эту тему. Ну, уже отказался вступить в комсомол, и, соответственно, значит, насколько мог брат, старался помочь. Васуль, а скажите, если можно, интимные вещи, кули уже на то пошло. А в семье этот выбор, как был воспринят? И поступок вашего брата, и ваше диссидентство? Конфликты были? Нет. Видите, у меня очень странный отец. Он крупнейший, один из крупнейших астрономов, доктор наук, там, и так далее, и так далее. Он закончил эту медалью в школу. Только не говорите мне, что среди крупных ученых нету конформистов. Сталинский стипендиат не комсомолец никогда, будучи сталинским стипендиатом. Так что, он мне задал один вопрос. Ты отдаешь себе отчет в последствиях, возможных последствиях твоего шага? Я сказал, да, ну хорошо. А давайте все-таки тогда о последствиях. Вот, все-таки с духовной точки зрения, с христианской, вот, вы считаете, что это вас укрепляет перед Богом? Потому что, я прямо скажу, выйти в пикет, это звучит замечательно в анонсе программы, в газетном заголовке. Но оказаться за решеткой в полицейском участке, по-моему, это такая травма, после которой нужно, там, человеку отпуск давать в африканской сафари на два года, чтобы отойти. Это жутко ломает человека или нет? Ну, совсем нет. Совсем нет. Абсолютно нет. А чего же тогда все боятся? Ну, потому что с детства приучили, что вот придет дядя милиционер, тебя заберет. Вот. Ну, ничего страшного в этом нет. Приятного тоже не очень много, скучно, потому что там сидеть 10 суток даже. Вот. Ну, вообще ничего страшного в этом нет. И главное, что есть вещи гораздо более страшные. Ну, вот более страшные. Вот. Я просто вот 6 мая, вот когда вот меня забрали, я просто понимал приказ, я был защитником по болотному делу, я был одним из авторов вот этого общественного расследования, которое было предшествующее. И я понимал, что если я не выйду поддержать ребят, которые сидят в лагерях, вот в наших болотных, я просто, ну, просто это предательство. Это гораздо более страшные вещи. Это страшно. А посидеть 10 суток не страшно. На самом деле, я скажу как катехизатор, человек, к которому часто обращается с вопросами про веру, что я подозреваю 90% верующих, христиан, когда вот мы произносим перед причастием молитву «Не бы врагом твоим тайну повем, не лам заняти нам, як иуда», то есть, чтобы я не предал тебя, как иуда, очень часто спрашиваю, что это означают слова. Потому что где ситуации, где я могу предать Христа, как иуда, вроде бы... Почему вы воспринимаете это как предательство? А политичность? Ну, понимаете, я не знаю, для всех ли это предательство. Для меня, который защищал этих ребят, который знает точно их невиновность, который боролся за них, и просто вот забыть про них, ну, это предательство. Лиза, а у вас как-то... Лично для меня. Насчет предательства? Пусть предательство... Возможность предательства вас подстегивает? Ну, мне не нравится идея предательства. Что вас больше побуждает? Я приехал с Тариков, но, ну, вы знаете, университет Шаневского, вот я бы лично, я прямо скажу, я там бывал несколько раз, но у меня-то каждый раз, когда я переступал порог, там какие-то конференции, это как с Домом ученым, ученых в Москве, я слишком, может быть, эмоционально понимаю, что это ворованное, вот, что это большевики украли у народа, причем, потому что это было сделано Шаневским для народа, не для большевиков, не для РГГУ, вот, и что это надо вернуть, вот, как Дом ученых, это особняк Путилова, найдите, есть потомки Путилова, и верните, это чужое, это нарушение заповеди, вот, ну, вас же это не так оскорбляло, чтобы быть, вы же там учились спокойно, я училась, да, конечно, я знаю то, что это здание бывшей партийной школы, это здание университета Шаневского, сначала Шаневского, потом это была партийная школа, и те корпуса, где мы сейчас, это было общежитие, ну, то есть вы имеете ввиду, что стены впитывают дух? Без душа они впитают, вот, а мы взяли их, покрасили белой краской, и повесили цветные красивые картины, собрали полки, и поставили такую литературу, как Ханна Аарен, Сьюзан Зонтек, Мишель Фуко, и далее по списку, минуточку, это вот, горе вам, что вы выкрашиваете над гроби, гробы повопленные, это не про это сказано? Я думаю, что мы насыщаем сами пространство, это не пространство красит человека, а человек пространство. А все-таки, я так понимаю, что вы уже, вот, до Старикова ничего не происходило? Предательство Ходорковского, ну, Юкоса, вот, ученому совету МРГГУ, было предательство? Ну, да, было, конечно. Но вы же не выходили в пикет? Я тогда не работала там, я там только три года существую, и вот, год назад я закончила магистратуру, защищалась по теме конструирования идентичности в Финляндии, девятнадцатого века, национальной идентичности, то есть именно процесс созревания финских институций, как нации, да, что позволило им потом создать свое государство в восемнадцатом году и воспользоваться правом нации на самоопределение. Вот, так что, а потом я осталась там работать на должности методиста, и то, что меня обозначили как преподавателя, это ошибка, потому что нет, я не преподаю. Преподавать это очень ответственно, и я не берусь за такую ответственность. Да, я работаю с научными статьями и пишу по энгер-маланской тематике, также анализ по современному искусству, но не преподаю. А все-таки возвращаясь к основному вопросу, христианская совесть и то, что мир лежит во зле, нельзя все сделать? Все сделать нельзя. Но многое сделать можно. Ну, наверное, важно, если ты чувствуешь именно сам, именно ответственность за что-то, за какие-то процессы жизненные, политические, если ты имеешь какую-то конкретную точку зрения по этому поводу, ее надо высказать. Если ты сам внутри себя... Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, а вы, атеисты, вы вообще должны молчать по этому поводу. Атеистов совести нет и быть не может. Что за внутренняя потребность? Вы произошли от обезьяны, мы здесь все происходим, это Дамы и Евы. А вот обезьяны, что внутри может вас побудить протестовать против несправедливости? У вас, атеистов, вообще нет критерий в отличие справедливого от несправедливого. Не, ну, на мой взгляд, атеизм заключается именно в критичности подхода к чему-либо, именно в критичности и научности. И поэтому, по-моему, вполне уместно мое высказывание по поводу... Вот любимая женщина вышла в пикет. Вы должны к этому критически отнестись и сказать ей... Так он же со мной вышел. Ага. И сейчас, на данный момент, когда до меня льются такие неприятные комментарии в интернете, Саша меня полностью поддерживает, и это делает нас еще сильнее. Сейчас, смотрите, все пригодится. Сейчас я на вас слегка полю комментариев. Потому что, давайте, первый ушат. То, что я слышал еще в 70-е. Вы же, как сказал Макс Волошин, где у самодержавия кулак, у большевиков вмятина. Какие у вас позитивные идеалы, господа протестующие христиане? Вот что вы предлагаете? Освободить невиновного – это чудно. Но у болота не было какой-то ярко выраженной идеи, и это даже ставилось в заслугу. Как у митинга в 2011 году? Мы ничего не против, мы только хотим честных результатов, чтобы их честно посчитали. Если честно выберут диктатора, мы протестовать, значит, не будем. То есть демократия, свобода, права человека, все то, что интересовало диссидентов в 70-х, это как бы не в счет. А мы вот просто тут гуляем, а нас похватали несправедливо. Что за безидейность? Люди разные, для кого это безидейность, для меня я не считаю себя. Вот, например, я не могу себе стать правозащитником. Ну, как хорошо очень сказал Оля Романова, я правонападающий в таком случае. И вам замечательная рулировка. Я считаю, что это не защита там свободных выборов, не защита там вот чего-то, а это достаточно внятная, четкая программа, чего я хотел бы добиться. В Евангелии сказано, вот вы пришли в темницу, навестили заключенного, вы меня навестили. Там не сказано, старайтесь вытащить из тюрьмы невинно осужденного. Ну, вот я прихожу в ИК, вот я на той неделе еду в ИК-6 в Рязань, вот я навещу, так что заповеди я вполне себе исполню. А заповеди защищать невинно осужденных нет, осужденных нету. А где идея-то какая-то? Нет, вещь самая простая. Я абсолютно убежден, абсолютно убежден, что мир можно построить, ну, я не буду говорить о всем мире, хотя бы давайте нашу страну, вот, хотя бы у нас тут можно построить, ну, и во всем мире тоже можно. Я думаю, во всех случаях, во всех христианском мире. Это существенно. Ну, здесь я с вами совсем не соглашусь, потому что христианский мир – это нонсенс. Есть царство небесное, царство Христово, вот, а государство не бывает христианским или цивилизацией. Цивилизация уже бывает. Нет, не бывает. Это придумал Тойнби, английский медовский чиновник, которому удобно было этнические чистки проводить. Греков из Турции сюда, турков из Греции, Болгарии сюда, и вышел армянский геноцид, извините, и он тоже в этом виноват. Ну, хорошо. Дайте просто... Господь крестит людей, он не крестит цивилизации. Нет, конечно, конечно, конечно. Вот. Все. В этом нет вопроса. Вот, заболодал. Да. Значит, что... Идея. Можно создать мир гораздо более свободных людей. А свободных – это значит, которые действуют по собственной воле и несут собственную ответственность, в том числе и перед Богом тоже. Сами лично несут ответственность. И вот это более правильный мир, более честный и более близкий к христианству мир, чем тот, который есть сейчас, мир свального греха. Это академическая формулировка. И такой мир есть смысл бороться. А если власть выпустит всех политических заключенных, короче, кто есть политический заключенный, если власть выведет войска из Грузии, Украины, Молдавии, отдаст финнам кусочки Финляндии, японцам кусочки Японии, немцам родину Канта, вот, в общем, все эти окантовки уберут, вот, вы успокоитесь? Нет, конечно, потому что людоед, у которого отняли завтрак, ну, или который по великим милам стоит, потому что сыт просто его отдал сам, людоедом останется, пока эта система устроена так, что она давит вот эту свободу людей, которые, и давит ответственность за свою собственную жизнь перед людьми и Богом. Что значит давит ответственность? А как очень просто, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Это вот, вот, это главная идеология этой власти. Не надо думать с нами тот, кто все нас решит. Минуточку, солдат, это все-таки не раб, он не тот, кто за кого-то кто-то решает, он стал солдатом. Рабом делают, солдатом становится. Ну, у солдат, у нас по призыву. По призыву это делают. Да. По призыву это делают. По призыву сердца, если не ошибаюсь. Ну, у нас как-то призыв пока что по призыву по закону. Ну, дайте я вот тогда женщину спрошу. Мать, которая плачет, что ее ребенка убили в Украине, русский, или в Чечне, и рассказывает, в комсомольской правде десятки таких песен печатали и печатают, что я так его любил. Я его в детстве отдавал в кружок православного самбо. Потом он ходил у меня в православные курсанты, учился стрелять. Вот. И вдруг его убивают и привозят домой гроб с войны. Эта мама любит своего сына? Он сам стал солдатом? Вы знаете, я здесь, наверное, немножко не по-христиански скажу, а именно по-женски. Что лучше предохраняться, чем воевать. Лучше планировать свою семью и своим детям, да, не только заниматься их православием, но еще и множеством и множеством других знаний и других типов деятельности. Это может быть и плавание, это может быть и хореография, рисование и прочее. То есть вы хотите сказать, дуру, сперва получи образование, а потом рожай. Конечно, конечно, конечно. Потому что если это нелюбимый ребенок, который рождается, потому что надо выскочить замуж, то потом этот ребенок, он будет страдать. Она его любит, она хотела, чтобы мальчик стал мужчиной. Ну вот, и вот он и стал мужчиной, приехал Груз-200. То есть я думаю, что, знаете, помимо смертоубийства, есть прекрасные другие практики. Россия, ну вот если так, километров на сто от Москвы отъехать, разруха, грязь, кривые дороги, столько всего можно здесь делать. Россия страна фантастических возможностей. Только если победить вот эту страсть, искать внутреннего и внешнего врага, признать свои ошибки. Они нас не любят. Что их искать? Признать свою боль. Думаю, им наплевать надо. И идти к себе. Так что они не любят просто... И тогда, возможно, очень много. Это вот этим наплевать на нас, которые слали тушенку, арахисовое масло и гречку в 91-м, 92-м. Нет, вот тут они как раз показали, что они не совсем на нас наплевать. Они нас готовы очень помогать. Они очень нам помогли тогда. Это надо прямо сказать. Давайте я вот все-таки на Елизавету еще полушат грязи вынью. Ваши акции, я не говорю вот о пикете с лозунгом, где изображен перечеркнутый ватник, это в общем как бы... Это все очень прилично. Это ватник. Но, насколько я понимаю, ваши акции некоторые художественные по радикализму вполне могут быть приравнены к выстрелу из ружья. Собственно, ведь протестовать можно по-разному. Можно, как Сахаров, писать письмо. Можно написать книгу. Можно выйти на площадь, как вот деланное. Вот. Можно... А у вас там... Я не буду перечислять всех подробностей, но это жесты эстетики пуссирает. Скажем так, ничего. Вот. Мясорубка, в которую влезает значит, солдатики оловянные, а вылезает... Не вылезают, а засыпаны. Засыпаны. Влезают. Могли бы убежать. Вот. Три года отсидеть в тюрьме, но не воевать. А вылезает колорадская ленточка. Ради этой мясорубки к вам приходили из центра Э. Если я не ошибаюсь, устроили маленький такой Э-погром. Вот. Но ведь это же... Также венок из колючей проволоки, перевязанный георгиевскими лентами. Блокадная-блокадная лента. Это же хулиганское... Это экстремистское поведение в каком-то смысле. Ну, кто-то... Вы знаете, мы можем... Зачем вы залезаете в верхнюю октаву? Мы можем вчитывать разное. И мы руководствуемся своим опытом в понимании, допустим, и современного искусства, и перформансов. Здесь просто... Я прошу прощения, что я переводил. А можно руководствоваться пониманием последствий применительных аудиторий? Ваш жест восстановит против себя тех, кого вы хотите сделать своими единомышленниками. Разве нет? Я разве кого-то хочу сделать единомышленниками? Вы не хотите? Я высказываю свою личную точку зрения. Сергей Александрович, а вы не хотите сделать... Вот ваша активность, она не нацелена на то... Она миссионерского характера тоже не носит? Нет, носит, конечно. Конечно носит. А ваша нет? Это разница поколений, вероисповедания, гендера? Не знаю. Конечно носит. Понимаете, мне не хочется отвечать за кого-то еще, кроме себя. Обратить. Вот, во что? В свою веру? Превратить порося в порося с крышками. Ну, если поросю нравится быть поросем, то это его личный выбор. И это личная ответственность порося. Если бы люди, если бы ваш отец, если бы ваш духовный наставник так рассуждали, так вы бы здесь не сидели. Вам бы никто не сказал, Христос воскрес и так далее. Мой отец был совершенно заядлый атеист. Ваше духовное... Никто бы не сказал, готовь зубную щетку. А кто-то ведь сказал. Как в Евангелии, идите до концов земли, проповедуйте, всегда имейте при себе зубную щетку и никого не бойтесь. Еле победите. Да, с зубной щеткой победим однозначно. Вот. А вы не хотите миссионерствовать? Или хотите? Это очень большая ответственность. Ну, пикет перед знанием РГГУ, это же проповедь? Это тоже ответственность. Я не говорю об ответственности, я говорю, что это проповедь. Или нет? Ну, я... Нет, я не могу сказать, что это проповедь. И поскольку у меня нет духовного сана и нет духовного образования, как могу я проповедовать? Вообще спасителя тоже не было духовного сана. Так что у меня же... Такой вам большой секрет. Он был из хорошей семьи, как говорили в средние века. Да, насчет мясорубки, да, насчет мясорубки я должна пояснить. Мой прадед, архитектор речного вокзала, белогвардеец, дворянин. Архитектор, это, видимо, строитель, архитектор, создатель проекта. Да, создатель проекта. Он был первый раз посажен на 10 лет, что он скрыл свое происхождение. Второй раз на 10 лет, что не скрыл свое происхождение. Да, это к вопросу о юморе советского режима и большевиков. А в первые месяцы войны он пошел на фронт, и он погиб в мясорубке под Ельней. Это часть моей семейной истории. И мясорубка, война, это всегда мясорубка. И я как пацифист, я как женщина, протестую против войны. И я считаю, что это воевать плохо. Воевать — это убийство. И если мы другого человека называем врагом, его обесчеловечиваем, начинаем называть там свиньё или там кем-то ещё. Укропом. А? Укропом. Укропом, да, там, ватником тоже. А кто ватник нарисовал на платочке? Да, в этом плане, конечно, я принесла извинения, что телогрейка и ватник на своем личном сайте и в своей личной ленте на Фейсбуке. Вот. Но это популярные мемы, да, и мы умеем работать как культурологи... Можно слово «символ» вместо слова «мем». Да, хорошо. Я буду стараться говорить на русском языке, а не на интернет-языке. На хорошем русском, греческом языке. Символ. Вот, и обесчеловечивание, да, это то, что облегчает убийство. То есть, допустим, тот же Холокост. Сначала евреев надо было привести в совершенно нечеловеческое состояние, обредить всех в одинаковые рубы, обредить налосы, присвоить номера, лишив их имён. А потом таких людей уже и убивать-то не жалко. То есть, потому что, ну, само убийство — это же огромный грех, это огромная травма для того, кто убивает. Я вам, как историк, скажу, что, в общем, убивали евреев и разно одетых, и в Кишинёве, и в Одессе. То, что их одинаково одели, — это второе. Так вот, моё беспокойство-то о том, вы хотите, чтобы другие вычеловечились? Это личный выбор этих людей. Да, тут важно именно не навязать, а высказать своё мнение. Но ни в коем случае его никому не навязывать. Да. Тогда, извините меня, не оказываетесь ли вы в заложниках у той самой психологии, с которой противостоите. Потому что эта психология требует от внешнего мира оставьте нас в покое. Нас, нашу Украину, нашу Грузию, наш Советский Союз. Не навязывайте нам своих педерастических ценностей. Мы и без них проживём. Вот. На что западный мир отвечает? А мы будем. Мы будем говорить о свободе, мы будем говорить о правах человека, потому что иначе мы сами не люди. Ну вот, свобода и права человека — это то, как раз... Они же имеют право говорить. Да, они говорят. Нет, они не имеют. Они должны нас любить, и больше ничего. Ну как-то. А разве вообще кто-то кому-то чего-то должен? Вот. Это... О! А прости нам долги наши. Это кто сказал? Совсем не боится? Минуточку. Русской интеллигенции, которой вы принадлежите, Лиза, никуда не денетесь. Нет, я деревенская баба. Финка с топором. Вот. Всегда была сильна сознание нравственного долга. Это, кстати, объединяло атеистов и верующих. Вот. А теперь, оказывается, никто никому ничего не должен. Это защитная краска. Это вопрос. Это вопрос. Мой вопрос такой, что, допустим, вы не ищете единомышленников, допустим, вы согласны со сцена в полицейском участке в одиночестве. Вот. Вы не видите, что кому-то кто-то должен. Но вы должны просчитывать свои действия. Это действия нет, не должны. Тоже не должны. Конечно, должны. И я, когда делала и мясорубку, и корону, и перечеркнутую телогрейку, ну, во-первых, я удивлялась, что никто до меня не додумался до таких визуальных метафор. Да, потому что мне кажется, что это настолько на поверхности, это настолько просто. Вот. А почему-то вот... Ну, это Санкт-Симплицитес. Это и Микеланджело удивлялся. Чего это никто не рисовал? Сикстинскую капеллу страны. Какие-то люди пойду нарисую. Вот, а во-вторых, я, конечно, понимаю, что если я говорю о том, что я протестный художник, то, соответственно, что я могу получить по шапке за свои протесты, за свое поведение. И здесь мне очень важно, первое, не подставлять моих коллег, а получилось так, что я подставила РГГУ, да, и о чем я глубоко сожалею. Вот. А что, на плахате было написано, я как сотрудник РГГУ протестую? Нет, ну, поскольку я являюсь сотрудником РГГУ, поскольку это все произошло там, то, соответственно... Это произошло вне стен здания? Первую фотографию мы сделали в кафе, внутри стен РГГУ. Ну, кафе, это кафе. Это была большая ошибка. А-а-а. То есть, и это привязалось... А кафе принадлежит РГГУ? Ну, да. Это общепит какой-то? Ну, видимо, общепит, да, интернет-кафе внутри РГГУ на первом этаже. То есть, я просто развернула после лекции, я на лекции не разворачивала этот плакат, плакат, я его развернула и показала коллегам, и они меня, Татьяна Волкова, меня сфотографировала. После чего повесила, и, ну, это тоже в формате просто нашей внутренней фейсбучной коммуникации, да. Потому что я подумала еще, показывать мне этот плакат на лекции или не показывать. И подумала, не буду я показывать, потому что уже была обструкция, уже осталось полторы коллеги в зале, да, огромный зал на 500 мест, и было человек 15. Значит, кто там первокурсники, кто все-таки сидел и внимал, значит, господам-гастролерам. Это вы гастролер, госпожа Лиза. Вы гастролер, и вы гастролер, Сергей Александрович. Они представители общественности. В царство небесного в царство мрака и тьмы, и говорите, что никто никому ничего не должен. Вы приехали. Почему никто никому ничего не должен? Должен, должен, должен. Да, так, тут у нас наметилось все-таки какое-то расхождение. Хотя, Элизавета Армановна тоже говорит иногда должен, невольно. А можно совсем в сторону? Вот вы корону упомянули, я не буду говорить о том, из чего сделана эта корона. У меня старое витериарское воспитание. 18 плюсом, да. А это обязательно? У меня тот же самый вопрос ко многим инсталляциям, перформансам. Без сексуального эпатажа, то есть без захода в матерщину и так далее. Можно прожить? Я не спрашиваю Сергея Александровича. Я слишком хорошо знаю, что такое романское искусство, и какие там непристойности на всех этих соборах XII и XIII веков. Так что он-то отмазку даст. Да, ну это опять же-таки личный перформанс. И это мое личное артистическое высказывание. А без этого можно обойтись? Я как мещанин спрашиваю. Да, вы знаете, на тот момент мне было очень сложно без этого обойтись. Потому что девушка я хоть некрасивая, но яркая. И отбоя поклонников, да, от поклонников у меня не было никогда. И, честно говоря, в какой-то момент это во многом поломанная, исковерканная женская судьба. И это количество желания с мужской стороны мне настолько это опротивило, мне настолько это стало оскорбительным, что я обрекла себя в корону Медузы Гаргоны. Как раз используя там и древнегреческую мифологию, и мифа Лилит, и мифологию, да, иконографию древнерусскую. Но это вот, я думаю, что Сергей Александрович более компетентен в этом вопросе. И многое-многое другое. То есть это была сложная сборка. Но там никогда не было, допустим, там, обнаженного тела. Или это всегда одежда, и всегда достаточно, все это было интеллигентно. То есть я ни в коем случае не позволяю себе каких-то порнографических или там подобных высказываний. Потому что это не порнография, это все крайне-крайне мало похоже на оригинал. Александр Сергеевич, а вас, как любимый человек, это ничего не напрягало? Ну, конечно, я периодически тоже испытываю какие-то там моральные сложности, но... Моральные или аморальные? Нет, не аморальные, но я прекрасно понимаю ее, я могу ее понять, и я ее люблю, и поддержать, и, наверное, это меня сдерживает, там, как-то там неадекватно себя вести. То есть по отношению к этим... от объекта. Саша меня принял такое, какая я есть, в короне. И с этого началось наше знакомство, что я показала эту фотографию, говорю, смотри, я тут что устроила. Он говорит, ух ты, какое безумие, надо же. Вот, и это и юмор, и это провокация, да, провокация, потому что это то, на что бесконечно приклеиваются фиговые листья. Но то, что, в общем-то, да, как вы назвали это, евнухократия, да, то, что движет этим мужским миром... Я протестую против мужского мира. Я термин евнухократия при подготовке этой программы употребил строго в значении того режима, который наподобие режима в Египте, в Сирии древней, в Персии, в Византии, делает людей бесполых и не способных к оплодотворению зачатия, но рвущихся, делает их властителями огромной страны и повелителями, судя, нормальных людей. Они имитируют страсть, имитируют секс, вот, имитируют мачизм и патриархальные достоинства, но предманиевнухи, вот, а вы на зло им устраиваете демонстрацию. Ну, не то чтобы на зло, зло это как-то вообще нехорошо зло, вот, а, знаете, мне еще, да, это ведь перформанс высвечивает зрителя, мне очень было интересно, насколько люди реагируют, каковы реакции, да, как поляризуется мнение, потому что очень многих это вызывает, да, я однажды пришла в шестое отделение полиции, это УВД Китай-город, значит, и прямо в короне, прямо на Новый год, я говорю, мужики, у меня все сперли, чего делать? А они смеются и говорят, слушай, дай подержаться на счастье. Так, хорошо, время нашей программы заканчивается, если можно, последний ушат грязи. Вот тут некоторые деланы к нам приехали на Святую Русь, а потом стали уезжать. И, надо сказать, один из самых главных аргументов, это что те, кто сейчас вот участвует в протестном движении, они просто проторивают себе дорогу к западным грантам, к эмиграции, чтобы их пригласили, укрыли, приголубили. Вот, то есть это не искреннее желание свободы, а все у нас и конъюнктура. Ну, как десятки тысяч малакан уехали в Канаду, десятки тысяч пятидесятников в 90-е уехали в Америку от религиозных гонений. Живут там, надо сказать, не очень по-американски. Что бы вы ответили, Сергей Александрович, Долон Эшаров? Ну, мне сказать так трудно, у меня же в Бородинской битве участвовали на обеих странах, так что тут я как бы сразу на обеих странах участвовал в Бородинской битве. Но главное другое, я все-таки никуда не уехал, никуда выезжать не собираюсь, и никаких западных грантов я отродясь не получал. Так что, и вовсе к ним не стремлюсь. Мне кажется, что, ну, я украинен... А если бы уехали, вы бы считали это аморально? Вот Валерий Ильич на Царстве Небеса Новодворское считал, что член ДС не имеет права на эмиграцию, у них это в уставе было прописано. Смотря что значит уехать, уехать, поработать и вернуться, ну... Нет, нет, эмигрировать. А эмигрировать, я никогда этот вопрос перед собой так не ставил. Лиза... Просто я не считаю... У меня вопрос чемоданов стоит лет с 15-16, когда я начала более сознательно смотреть на вещи. И, конечно, я очень много бывала в Финляндии, и у меня там родственники, также родственники в Германии, в других странах. Много ездила. Нет, я предпочитаю быть туристом. Я люблю мою родину, я россиянка. И корни у меня здесь, и насчет грантов, ну, это разговор в пользу бедных. Я все-таки думаю, что надо учиться самим зарабатывать, своим трудом, честным трудом, во славу Божию. Опять блаженный нищий дух, мы соблюдаем заповеди. Спасибо большое. Сегодняшняя наша программа была посвящена участию верующих христиан в оппозиционном движении. У нас в гостях был Сергей Александрович Шаров-Долоне, архитектор-реставратор, историк, жертва режима на 10 суток, Елизавета Аровна Савалайнина, ее друг Александр Сергеевич Пучков, литеранка и атеист. И в заключение могу только сказать, что, конечно, эмиграция, не эмиграция, это личный выбор, а вот мигрировать в Царство Небесное и уже оттуда, в какой бы точке Земли ни находиться, свидетельствовать о правде и воскресении, это наше общее призвание, и это по благодати доступно каждому. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова